Сотрудники комбината благоустройства приводят в порядок остановочный павильон, расположенный вблизи плавательного бассейна. В течение недели он только обозначал место остановки автобуса, но от ветра и дождя не спасал. Вандалы сломали защитное ограждение. Всегда езжу на работу, всегда здесь остановлюсь. И часто, вот в неделю, это вообще из куверка было невозможно. Часто бывает, что это наши детки, никто не взрослый, а подростки лет 10-12. Это вечернее время все делается. Днем никто, а вечернее время. Вандализм на остановочных павильонах не новость для Заречного. Горожане выводят комплексы из строя с завидной периодичностью. Только в этом году сотрудникам комбината благоустройства пришлось восстанавливать около половины всех павильонов. Чаще всего вандалы ломают защитные листы из поликарбоната, хотя сделать это непросто. Если первоначально они были спроектированы на остановке просто поликарбонат, то где-то года 4, примерно 3 назад, то есть вот эти рамки, которые держат поликарбонат, были усилены вот этими поперечными раскосинами, чтобы как бы и от ветра, потому что как бы был вероятность того, что сильный ветер, площадь стекла большая, то есть поликарбонат это подвижный материал, не стекло, то есть его ветром выдувало, поэтому были вот усилены, но все равно не помогает, то есть это человеческий фактор, это не, скажем так, не природные явления какие-то, из-за чего это все происходит. На ремонт остановочного павильона около плавательного бассейна потребовалось около 7 тысяч рублей. Срок службы поликарбоната минимум 10 лет. Как долго он будет оставаться в исправном состоянии на городских остановках, зависит от зареченцев. Елена Степкина, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».